Морская свинка К примеру, президент Казахстана после прошлогоднего противостояния с Путиным тоже не поехал. Напомню, в прошлом году он отказался признать суверенитет так называемых республик Донбасса и призвал Путина уважать международно признанные границы соседей. И вот уже в этом году уровень казахстанской делегации понизили до двух второстепенных чиновников. Вице-премьер-министра Романа Аскляра и заместителя министра экономики Тимура Ажак-Сылыкова. Ну и, как я уже сказал, форум в этом году практически не касался экономики. Это скорее витринная пропаганда о том, как в России жить хорошо. Ну и всякого разного. Чему же, собственно, уделили внимание на этот раз? Даже само название в этом году более чем красноречиво. Сейчас попытаюсь его воспроизвести. Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений. Вы здесь видите слово «экономика»? А международное сотрудничество? То, ради чего, в принципе, подобные мероприятия и устраивают? Нет, я, если честно, тоже не вижу. А что я вижу? Я вижу двух скоморохов – Николая Баскова и Григория Лепса, которые обещают миллион рублей тому, кто уничтожит немецкий танк «Леопард». Смотрите сами. По миллиону рублей. Так, как объявлено было, кто подобьет танк «Леопард», «Леопард-2», миллион рублей. Мы, как представители творчества, вносим свой вклад для наших бойцов. Идею премии предложил музыкальный продюсер, основатель группы «Земляне» Владимир Киселев. А инициативу, помимо Баскова и Лепса, поддержали также Александр Маршал, Виктория Эдайнека, Лариса Долина, Любовь Успенская и Анна Семенович. Ну и тот самый певец-депутат Денис Майданов, который представил массам клип о «Сарматушках». На Соединенные Штатушки они, конечно же, не полетят. Потому что, если за полтора года полномасштабки не полетели, то уже чего тогда и начинать. По крайней мере, так считают международные обозреватели, хорошо осведомленные в этой теме. А вот ЛДПР на форуме показала посетителям нейросеть «Жириновский». Ну, любят в России Жириновского. Кстати, по данным последних рейтингов, покойный Вольфович обогнал живого Пескова. Вот потому, наверное, и дали ему на форуме выступить с того света. Что нам делать с Украиной? Украина. Политическое болото. Полное предателей и русофобов. Хотя, если отбросить иронию и вдуматься, то сегодня Путин осуществляет то, о чем Жириновский говорил несколько десятилетий назад. И тогда это казалось абсурдным. НАТО двигается на восток. Как остановить? Я введу войска в Белоруссию и верну туда наши ракеты. Ну вот сегодня мы видим, что Россия ввела войска в Белоруссию и разместила там ядерное оружие. О чем это говорит? О том, что Жириновский пророк? Или скорее о том, что Путин все же слетел с катушек? Эксперты Американского института изучения войны считают, что все не просто так, и Лукашенко даром радуется. И российская армия, и российская ядерка на территории его страны – это способ усиления военного контроля над Минском. При этом сам Лукашенко в это время пригласил к себе пропагандистку Скобееву и рассказывает о том, что он сам контролирует тактические ядерные ракеты, которые у него под носом поместил Путин. И все равно, что центр принятия решений о его применении совсем не в Минске разместился. Против ядерной страны, страны, которая обладает ядерным оружием, никто еще не воевал. У нас ракеты и бомбы мы получили от России. Бомба в три раза мощнее, чем в Хиросиме и Нагасаде. Но там больше 80 тысяч мгновенно погибло, 250 от одного удара. А эта одна бомба в три раза мощнее. Это, ну я не знаю, под миллион человек погибнет сразу. Но вернемся к форуму. Когда я за ним наблюдал, кроме образа морской свинки, мне в голову еще пришел образ ярмарки абсурда, где все расставлено, чтобы пускать пыль в глаза. Но даже эта задача оказалась не по зубам. Вот, например, новинка российского автопрома «Лада Аура», в которую усадили не кого-нибудь, а главу Сбербанка России Германа Грефа. И тот инновационное премиальное чудо импортозамещения с первого раза завести не смог. Борьба с гендерным равенством и феминизмом. Еще одна топ-тема перкешского форума. По этому поводу наговорили много абсурда, но всех превзошла официальная представитель российского МИДа Мария Захарова. Та вообще рассказала о задачах, которые нынче стоят перед российскими женщинами. Смотрите сами. Сейчас полный рост перед нами, перед женщинами стоит задача сохранения родно-человеческого не в плане размножения, тут уже альтернативные пути нам придумали, как можно размножаться, а в плане сохранения нас как цивилизации. Новые регионы. Прошлой осенью целая армия кремлевских политтехнологов корпела над тем, чтобы как можно быстрее присоединить оккупированные украинские области к России. Ничего нового не придумали. По старинке проводили так называемые референдумы. Старались как могли. Правда, потом части этих территорий пришлось все же отступать. Но это уже детали. Легитимизация – любимая забава Путина. Именно поэтому, а не только лишь потому. На форуме были и стенды оккупированных регионов. Все по классике. А как еще это все легализовать в собственных глазах? Выдуманные республики Донбасса, разграбленные Запорожской и Херсонской области. Символы новой экономики России. С этим не поспоришь. Только вот так называемые новые территории Путину вряд ли удастся удержать. А вот с новой экономикой России все же придется жить не одно десятилетие. З – забота о собственных гражданах. Путин из шкуры вон лезет, чтобы показать плебеям, что он добрый царь. Постановить, оплатить, перекрасить, отремонтировать – он щедро нарезает задачи министрам на заседаниях правительства. Да только вот на практике цифры говорят сами за себя. Кроме оккупированных украинских регионов, на форуме представлены стенды и собственных, российских. Вот Белгородская область, пример. В порыве показать, как у них все хорошо, истратила на стенд на форуме вдвое больше бюджетных денег, чем на компенсации собственным жителям за разрушенные войной дома. Стенд обошелся в 11 миллионов рублей, а белгородцам в общей сложности выплатили чуть менее 6,5. А вот жителям сгоревших, разбомбленных и разрушенных домов в Шебекинском районе достанется на всех один всего лишь миллион. А вот когда в Шебекино было громко и нужно было вывезти детей, эвакуацию проводили только за деньги, их родители – по 3 тысячи за ребенка. Ну ничего, зато стенд красивый, чтобы перед миром не опозориться. Ой, ну а мир же туда не приехал. Ну ничего, зато, наверное, перед собой не стыдно. Практически в каждой программе я вам говорю о том, что с жизнью в России далеко не все, слава богу. И каждый раз думаю, что все. Больше на эту тему сказать нечего. Вот посмотрите на импортозамещенные квадрокоптеры российского производства, которые сейчас массово поступают в войска. Их на выставке тоже тьма. Да, вы, наверное, уже догадались, что импортозамещенные российские дроны на деле оказались дешевыми птичками китайского онлайн-маркета Алиэкспресс. Как и робот-собачка, которого тоже сюда притащили. Все было бы просто предельно скучно. Очередная попытка построить Потемкинские деревни непонятно для кого. Внешняя аудитория на это не купится. А вот внутренняя вполне может быть. Ну или нет. Я часто наблюдаю за тем, что происходит в российских регионах, которые, по идее, должны были быть богатыми. Ну а на деле... А на деле в Якутии, земле алмазов, под знаменитым плакатом «Единой России» «Спасибо за ваш выбор» продолжают садиться на мель транспортные средства. Вот еще одна маршрутка не доплыла до пункта назначения. Засняла? Да. Все, все. Ужас. А жители микрорайона Кирзавод в Якутске почти неделю живут без воды. Но ничего, они не сдаются. Если чиновники не на их стороне, то природа точно встанет за них. Смотрите сами. Заводская 25. Выживаем как можем. Хорошо дождик на целый день заряди. Второе ведро набираем. Петербургский международный экономический форум стал таким же неудобоваримым, как и аббревиатура его собственного названия. Есть вообще люди, способные с первой попытки произнести ПМЭФ. Теперь ПМЭФ явно обрел характер местечкового события сельского клуба, где все выступают исключительно ради собственного удовольствия или чтобы утешить эго председателя этого же села. Ну а пока среди стендов с мертвым Жириновским, китайскими кооптерами и нерабочей ладой премиум-класса ходили первые умы России и думали над тем, как же еще предотвратить расширение НАТО на восток в Брюсселе, чтобы в квартире того самого НАТО вовсю готовятся к июльскому саббиту в Вильнюсе и думают, как дальше вооружать Украину.